Питерский экономический форум Журналисты нашего канала, сайта, стараются держать, как говорится, руку на пульсе. Мы оперативно даем информацию по текущим изменениям на рынках, записываем для вас комментарии лучших экспертов. Ведь наше неспокойное время мало кому безразлично. То, что происходит с ценами на продукты, на электронику, мебель, автомобили, недвижимость. И даже те счастливчики, у которых есть какие-то сбережения, также не могут расслабиться, потому что непонятно, во что их накопления могут превратиться уже завтра. Ситуация меняется не по дням, а по часам. Ну а большинство прогнозов сейчас больше похоже на гадание на кофейной гуще. Ну вот, например, несколько дней назад Центробанк России взял, да и в очередной раз резко понизил официальный курс доллара и евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс доллара на минувший четверг, к примеру, опустился аж на 1,81 рубля и составил чуть более 51 рубля за доллар. Евро также понизился на 2 с небольшим рубля и стоил в моменте менее 54 рублей. И тут не знаешь, радоваться этому или нет. Одни говорят, даешь теперь бакс по 30 рублей. Другие возражают, а что толку, ведь цены-то в рублях все равно только растут. Ну а макроэкономисты, те вообще предупреждают, что дорогой рубль экономике, дескать, не выгоден. Вот, к примеру, глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что при сохранении текущей динамики курса рубля в ближайшие месяцы многим компаниям придется корректировать свои производственные планы и сокращать объемы производства. Вместе с тем, председатель Центрального банка России Эльвира Набиулина сообщила, что Банк России выступает против ослабления курса рубля, так как после соответствующих действий он станет искусственным. Без сомнений, бюджетное правило будет стабилизатором курса рубля. Наверное, можно, а может быть и нужно, и дальше игнорить доллары, но пора определяться, в чем накапливать резервы. Россия больше не будет на свой баланс покупать доллары и евро. Соответственно, на их месте будут иные валюты. Сегодня мы все чаще слышим про юани, индийские рупии, на горизонте уже замаячили совсем уж экзотические арабские дирхамы, плюс весь портфель валют стран СНГ. Вскоре в нем вполне могут появиться и валюты стран группы БРИКС. Вместе с тем, в совокупности, они могут привести рубль к некоторому ослаблению. Вопрос, нужно ли это. Потому что все-таки, как только традиционные импорты и логистические цепочки будут восстанавливаться и выстраиваться, то, скорее всего, наш валютный коридор станет более привычным. Ну а для рубля нынешнее крепкое положение не свойственно. Так что в любом случае инфляционная спираль рано или поздно все же настигнет и до какой-то степени ослабит нашу валюту. Ну и вот в текущей ситуации нет простого или хотя бы однозначного решения, чтобы были понятны все риски, плюсы и минусы. Таких механизмов нет, потому что тот же юань не является свободно конвертируемой валютой. Поэтому формировать резервы, например, только из него достаточно сложно. Так что для этого, скорее всего, будет создана новая мультивалютная корзина, куда войдут крупнейшие валюты всего мира. Хотя, надо сказать, пока доллар все еще лидирует в этом ряду, и России придется изобретать что-то свое. А это, конечно, не самая простая задача. Что-то изобретать придется и тем нашим соотечественникам, у кого были открыты крупные валютные счета. Как теперь снять наличку с такого депозита? Непросто. Тем же, кто хотел приобрести несколько сотен долларов для зарубежной поездки, например, скорее всего придется заплатить рублей на 10 дороже за каждый купленный наличный бакс относительно официального курса продажи. При этом многие эксперты советуют сейчас приобрести какое-то количество валюты тем, кто имеет возможность делать такие инвестиции. Видимо, полагаю, что дешевле доллар и евро уже не будут. Кстати, сегодня можно открыть, например, брокерский счет даже с помощью госуслуг. Впрочем, те же финаналитики призывают воздержаться от метаний и не реагировать на каждую подвижку на рынке, то продавая, то приобретая валюту. Нужно понимать, что ее курс определяется в большей степени торговым балансом. И пока у нас экспорт перевешивает импорт, что ведет к укреплению рубля. Однако всем понятно и то, что бесконечно это продолжаться не может. Ясно, что слишком сильный рубль – это снижение доходов, например, в бюджет от экспортеров. С другой стороны, как уже говорилось, Эльвира Набиулина предупредила, что искусственное ослабление курса нацвалюты, например, с помощью интервенций, даст негативный эффект, например, девальвацию. В общем, универсальной и однозначной методики корректировки курса рубля нет. Да еще и постоянно прилетают новые водные, как с просторов нашей необъятной родины, так и с запада, где уже запахло рецессией. Но это уже отдельная тема. Ну и вот, резюмируя вышесказанное, можно прийти к такому выводу, что хранить накопление надежнее с помощью разных инструментов – от брокерских счетов до заначек в долларах и юанях, а то и вовсе золотых царских червонцах. Ну а почему нет? Сегодня редкие юбилейные четвертные 908 года под 20 миллионов рублей за штуку стоят. Да и потом, самая крепкая валюта не панацея от всех проблем и ее курса – это неглавный маркер, куда значимый индекс инфляции, который иногда медленно, иногда очень быстро, но почти всегда неизбежно превращает в труху и вечно зеленую, и деревянную, и другую валюту. Так что более продвинутым мини-инвесторам можно поинтересоваться, а что там с облигациями, акциями и товарными активами. Главное – не складывать яйца в одну инвестиционную корзину. В общем, как говорится, бог не выдаст, свинья не съест. И, кстати, как показал свежий опрос из Российского центра изучения общественного мнения, уровень уверенности россиян в завтрашнем дне достиг максимума с 2005 года. За свое будущее нынче спокойно 61% россиян. За весь период наблюдения больших показателей не было. Предыдущий максимум был в 2014 году, но только 55%, а сейчас больше 60%. В общем, все у нас будет хорошо, только для этого надо основательно и профессионально потрудиться. Ну а как иначе? Дмитрий Нечаев, колонка главного редактора. До встречи.